Привет, человечество! Начну свой рассказ с того, что однажды на мусорнике я нашла вот такую картину. И шла я утром в мастерскую, и вдруг стоит возле бака вот такая картина. Ну, обычно я мимо таких вещей пройти не могу. Как это так? Картина вот такая выброшена. И началась моя любовь к кувшинкам. Потом в это же лето, да, эту картину я сохранила дома. Вот она у меня и по сей день в таком виде. Кое-что я ей подрисовала, вот. Но она у меня, вот как я буквально нашла ее, так она и выглядит. На вот таком вот профессиональном полотне 40 на 50. Вот принесла ее домой. И в то лето мы с братом ездили по делу в Селидово. И были во дворе, зашли, нас пригласил один старичок у пчеловода. Во дворе мы сидели, было лето, и мы вот такую самую жару попали к нему в сад. И там у этого старичка был вот бассейн. Бассейник еще советских времен, бассейн, кувшинок. Вот ничего, там старый полуразваленный домишко, старичок этот. И он нам рассказывал о своей любви к кувшинкам. Все. И я влюбилась в тему кувшинок. Тогда я еще не знала, что Клод Мане тоже, это его, этого великого художника, тема кувшинок сделала его великим на весь мир. Я еще не знала, что во Франции есть музей Клода Мане Оранжери, где там целая сверическая комната, наполнена по стенам вот такими кувшинками. Я стала рисовать кувшинки. Их у меня возникло около где-то пяти картин. И прошло еще время. Вот я периодически занималась другими картинами. Ну а этим летом я вдруг решила в своей домашней мастерской обновить стену. Она была ужасно старая, эта стена. Но клеить обои мне было некогда. Вот. И вот такую стену я нарисовала. Вот это кувшинки, которые меня вдохновили у старичка, того, с этим музеем. И вот я нарисовала вот такую стену. У меня по стене, на стене расцвели кувшинки на воде. Вот они идут до самого угла. Вот такие кувшинки. Тем более, видите, вот Сахаров тут написано. У меня свойства рисую портреты. И сразу же пишу на стене какие-то заметки. Ну вот такая настоящая мастерская. И вот недавно я нарисовала вот такие кувшинки. Это я повесила. Вот. Вот такую. Багет повесила, значит, здесь. Проходим дальше. Вот и эта тоже. Вот идет прямо. Вот такая вот. Сдалека может быть ее показать. Вот доверху. Вот такая старая-старая была стена. И тут возникли кувшинки. Ну и я продолжила вот по двери тоже. Ой, как же мне. А вот так вот по двери. Сейчас. Ну мне показалось этого мало. Я еще вот так дверь разрисовала сейчас. Вот. Я разрисовала эту дверь. Ну и вот такая мастерская у меня получилась. А вчера я видела видео о музее Оранжери. Там девушки были в музее. И я поняла. Ёшкин-матрешкин, так это же у меня дома кусочек вот такого вот музея. Пусть своего, ну, что-то возникло спонтанно. И вот эта моя смелость, мне кажется, это придало мне еще больше уверенности в себе в том, что я на верном пути, разрисовав такую стену. Разрисовав стену, оживив ее, я и не знала, что у меня дома есть такой кусочек Оранжери. И теперь я этой стеной невероятно горда. А когда я ее нарисовала, и когда я рисовала, я думала, господи, что ж я делаю, что ж делают мои рученьки. Разве так это все красиво будет? А тут я прям возгордилась, и я поняла. Все спорно. А вот тут прям вообще, видите, такая старая стена. И тут вот возникают такие кувшиночки. И даже они прошлись. И вот по стене, вот тут мне нравится момент. Вот. Это акрил. Вот так вот я взяла. И у меня получились кувшинки Клода Моне. Если смотреть на его стену, вот я посмотрела, музей Оранжери, там тоже ничего нет. Есть только вода и кувшинки. Вода и кувшинки. Если, допустим, у меня убрать эту, вот эту вот картину. Но я ее специально стилизовала, чтобы повесить здесь. Вот. А, понятно. Сейчас. Вот надо покупать палку селфи, чтобы нормально показывать видео. Я еще не слезла с дерева по своим техническим возможностям. Ого. Еще сижу на дереве где-то и рисую кувшинки. Вот такие. В общем, теперь моя стена стала для меня предметом моей гордости. Вот так. Вот кувшинки, которые я рисовала летом. Найдя выброшенную картину, я решила свои создать. Вот с рыбками такими. Вот такой взрыв мозга с потеками. Вода, вода. Лето, лето. Потом вот такой пустой багет на стене для меня тоже показался очень интересным. Я задействовала как-то пустое пространство багета. Наполнилось это пространство водой, кувшинкой. Одной, второй, потеками такими художественными. Вот, видите. Интересно, да. У меня еще дома есть одна стена. А я все никак не рискну по ней пробежаться. И что изобразить на ней? Вот до пола, до самого. Вот. И опять я возвращаюсь. Вот. К лоду Мане. Его мостик. С его кувшинками. Так что, вот кувшинки. Видите, какие у него? Весьма схематичные. Потому что тут у него уже... Он терял зрение и писал буквально по памяти их. По ощущениям внутренним. Видите, вот они даже не прорисованы. Чуть-чуть. Намек. Намек. Ну, вот так вот вам, пожалуйста, маленькая экскурсия в мой маленький музей на стене. Мой музей Оранжири. Мапо. Давайте также. TedrewWhich. Поехали.